итак друзья вас приветствую на канале веселый инженер сегодня финальное видео про устройство редуктора конического да то есть мы сейчас разберем различные узлы какие есть тонкости перерегулировки и в принципе если вы допустим делаете курсовой проект вам будет намного проще объяснить любому преподавателю устройства редукторы как он работает или если вы занимаетесь изготовлением или ремонта данных узлов то вам будет проще понять что вообще происходит внутри вашего механизма итак давайте вот этот чертеж вернее вот этот вид редуктора рассмотрим очень кратко и очень емко вот это вот называется сапона для чего он предназначен когда редуктор работает в результате перемешивания этого масла минерального до образуются какие-то газы и чтобы они не распирали редуктор так как он герметичен редуктор вот эти вот соединения все они промазываются лактайдом или другими какими-то паранитовыми прокладками прокладываются и создается за счет вот этих вот болтов стяжка 2 2 так сказать половинок картеров и совершенно туда не поступает и оттуда не выходит никакой воздух и получается что чтобы эти газы отходили чтоб не создавалось избыточное давление внутри редуктора используется вот этот вот сапун и через него эти газы могут выходить далее что мы видим на данном виде видим здесь пробка это в принципе заливная пробка и как видите здесь есть такой вот механизм ну механизм приспособления такое которое позволяет определить уровень масла тут в принципе как автомобиля то есть вы вставили посмотрели какой из вас уровень масла то есть обычно масло набирается немного но все-таки определенная отметка до его должна быть вот допустим здесь видите здесь ведомая 6 они вот прорисована она черпает это масло и разбрызгивает уже по всему по всему редуктору в этом виде в принципе все понятно давайте дальше переместимся на более так сказать интересно мы все мы все вот эти детали с вами рассматривали в предыдущих видео то есть мы рассмотрели ведущую шестерню ведомую шестерню и овал на котором базируется ведомая шестерня ссылочка на плейлист со всеми этими видео будет конечно же в описании можете посмотреть начать сначала как говорится и закончить этим видео или наоборот посмотрите это видео и закончить уже деталировкой и так давайте потихонечку начнем рассматривать этот чертеж технические характеристики вращающийся момент на тихоходном ходу валу вернее это вращение тихоходного вала передаточное число в принципе все понятно тех требования перед сборкой стыки корпуса и крышки герметиком редуктор залить масло индустриально редуктор обкатать под его завода-изготовителя и я уже говорил наверно да вот так вот писать не надо потому что в принципе не ясно катать под его завода-изготовителя что-то затылу выше чертеж делаете и как конструктор вы должны этот его также разработать либо ему где-то позаимствовать но это уже не принципиально ну кто вот вы кому-то дадите чертеж и какой он будет ему обкаты то есть вы требования как конструктор должны предъявлять поэтому и вы должны разрабатывать это т.д. и предоставлять его если изготовление данного редуктора отдается куда-то на отсорт и так далее так ну давайте перейдем самому главному дает шестерня на передаче это две конических шестерни вот этих вода вот эти вот шестерни это основные движущие части данного нашего конического редуктора какие тонкости монтажа могут присутствовать естественно ведомая шестерна напрессовывается да напрессовывается навал с упором но этот торец и уже потом а вкладывается в картер сверху да то есть если мы посмотрим сюда то есть она то есть она сюда вот вкладывается сверху вниз далее таким же путем устанавливается и ведущая шестерня как увидите ведущая шестерня имеет два подшипника конических дат для более жесткой опоры и вот смотрите что главное ну давайте вот я вам обещал по узлам вот начнем мы с этого узла наш осмотр рассмотр смотрите вот здесь идет такой вот такая ли втулка или стакан как она называется да непонятно скажу так вот вот она вы поняли о чем речь вот эта вот деталь вот эта вот деталь да она производится под сборка под сборка данной всей конструкции то есть сначала берется вот этот вот назовем его стакан да стакан потом берется ваша шестерня на нее напрессовываются внутренние обоймы подшипника внутренние обоймы подшипника но с роликами естественно а наружные кольца наружные кольца впрессовываются и вкладываются в этот вот стакан то есть вот эти наружные кольца все когда вы это все проделали до работу обратите внимание что здесь есть вот это вот гайка это вот гайка и на шестере соответственно есть резьба за счет этой гайки когда вы начинаете создавать определенные начинаете ее заворачивать эту гайку она давит на внутреннее кольцо вот этого подшипника и он начинает смещаться когда же происходит определенный так сказать упор на упор здесь зазоры все выбираются вот это шестеря начинает сюда искать тянутся пытаться сюда подтянуться тем самым вот этим турцам она задавливает и вот этот подшипник и происходит так сказать так называемый натяг подшипников для чего это делается так как вот здесь вот эти вот зазоры в подшипниках их нужно не то что убрать их нужно минимизировать то есть вы нужно задавить подшипник с определенным усилием когда вы здесь это все провернули отрегулировали я напоминаю что это вот весь этот стакан да весь этот стакан ваши подшипники и вся эта ваша шестерня регулируется вне редуктора то есть вы закрутили задавили создали определенный момент потом скорее всего есть приспособление какое-то которое позволяет взять допустим за хвостовик или за этого часть зубчатого венца и провернуть при присоединив сюда динамометрический ключ с каким-то индикатором и посмотреть насколько легко или наоборот тяжело проворачивается шестерня тем самым вы можете получить какие-то значения натяга вашего подшипника и убедиться в том что шестерня будет работать без излишних зазоров и также она не перетянутой не будет загревать появляться излишне нагрев подшипников процессе работы ну и соответственно их выход из строя дальше вся эта конструкция дальше вся эта конструкция устанавливается в картер так и сверху крепится вот этой вот крышкой болтами затягивается болтами затягивается и все в принципе у вас уже готова к работе крышка перед тем как ее установить в редуктор как увидите здесь есть манжета для чего используется эта манжета но тут принципе все понятно манжета контактирует вот с этим отвалом и не позволяет как извне попадать какие-то сюда элементы пыли или влаги и также препятствует выходу отсюда каких-то масла или других элементов скорее внуках каких элементов естественно не позволяет масло вытекать обычно используется одна но чаще используют две манжеты то есть берется одна допустим от набор той манжет 1 2 порта или 2 однобортных или 2 двубортных манжеты для большей герметизации данного узла дальше дальше что мы видим здесь здесь перед тем как установить этот вал давайте раз начнем разбирать вот этот узел здесь подшипник установлены как видите на волна прессовывается внутренняя обойма и вот здесь видите колечко есть речка есть для определенного упора запрессовали для чего это колечко вот здесь как вы можете как вы можете отрегулировать именно здесь вот натяг подшипника здесь вот гайка здесь можно регулировать да а здесь видите крышка эта крышка она одна эти болты вы ее затягиваете сюда и как видите вот здесь есть соприкосновение крышки и наружного кольца подшипника естественно когда вы крышку затягиваете она давит на наружное кольцо она смещается в этом направлении соответственно выбираются вот эти вот зазоры и создается определенный натяг подшипника если же вы закрутили крышку вы закрутили крышку сюда поставили какой-то механизм скорее всего да с динамометрическим ключом и посмотреть что очень тупо проворачивается то естественно вы это говорит о том что вы перетянули подшипник что же делать таких случаях варианта здесь на два либо меняется вот это кольцо но это вариант так себе чтобы подшипник сел дальше и крышка давила уже меньше при всем на вороте одно проще проще вот здесь вот взять прокладку то есть если вы перетянули перетянули а здесь явно есть это металлическая прокладка если натяг большой то вы соответственно увеличивается допустим вас была такая прокладка например она была там два миллиметра вы увеличиваете делайте два с половиной примеру или два и три несколько десяток добавляется то есть толще прокладку кладете соответственно ваша крышка при зажиме она будет дальше отходить от этого подшипника и не позволит сильно его затянуть ну вот так вот получается натяг в этом узле дальше дальше переходим этот узел этот узел в принципе в принципе точно такой же точно такой же так как здесь выходной вал здесь есть манжета как мы видим да увидим здесь есть манжета которая видеть контактирует с валом в этой крышке этому что волосы заканчивается он никуда не выходит зазоры подшипниках регулируются точно также за счет вот этих вот прокладок вы можете выше поднять крышку чем тем самым уменьшить давление на это кольцо либо опустить ниже увеличить давление на это кольцо когда вы отрегулировали данный узел то в принципе дальше мы переходим уже непосредственно к самим шестерням редуктора что шестернях редуктора самое важное естественно как я всегда говорю это пятно контакта то есть зацепление пятно контакта вот здесь должно получаться если пяток контакта получается то она говорит о том что ваши шестерни мало того что изготовлены правильно то но и смонтированы они тоже правильно как проверяется это но контакта и что может на это повлиять смотрите во первых вот здесь пересечении вот этих осей должно быть строго 90 градусов то есть 90 градусов ну понятно что там плюс-минус там пару секунд до куда-то будет она уплывать то есть обычно здесь где-то вот этот параметр где-то 3 но 4 сотых миллиметра да то есть это перпендикулярность это во первых во вторых есть скрещивание осей то есть это допустим вот оси вас идет и вот здесь допустим 2 8 идет да то есть вот этот вот размер она не должно быть также нарушена это достигается путем точного изготовления картерных именно картерных деталей ну будем говорить для идеального случая что вас изготовлены идеально что в процессе монтажа может повлиять на качество работы ваших шестерен или для кого не секрет что при изготовлении таких шестерен вот здесь берется допустим контрольный обкатной станок на в него устанавливается 6 или папа и по базовым поверхностям здесь также берется контрольный обкатной станок устанавливается ваша шестерня и вы прикатываете получаете какое-то пятно контакта то есть после зубонарезания или уже после термообработки это в принципе не столь принципиально получаете какой-то параметр и все но мы забываем другую вещь что у вас есть так называемые монтажное расстояние и прозу при зубонарезания это монтажное расстояние учитывается и вернее при зубонарезание видимая шестерни а также ведущий вы уже смотрели если вы будете просмотрить разбор и тих двух шестерен там монтажное расстояние присутствует смотрите вот этот размер он учитывается как при зуба нарезания то есть насколько это но должен быть прорезан зуб так и при обкатке при обкатке на контрольном катном станке вы выставляете здесь вот этот вот часть контроля вкатного станка этот размер и вот этого часть из вы их сводите вот на это расстояние подводите эту часть пинделя и вот эту шкаю шпинделя на это расстояние в eighty used и игре здесь вы получили идеальное монтажное расстояние вы начинаете прикатывать шестеренки получаете пятно контакты примеру новых получился у вас здесь но я грубо говоря да вот она получилась здесь но когда вы устанавливаете ваши шестерни уже в сам редуктор вы собрали все эти узлы отрегулировали подшипники и крутите пятно контакта она получается примеру вот здесь я уже не говорю по высоте зуба да там регулировку весь отдельное видео как это можно все делать вот она смещается да или она как-то ведется по-другому то есть она может быть здесь или она будет изменить форму до какой-то стать другое то есть это контакта меняется говорит о том что ваша шестерня она стоит не совсем так сказать в монтажных расстояниях x или y потому что вы знаете что у вас на контрольном обкатном станке она вела себя очень хорошо в идеальных состояниях в идеальных ситуациях и здесь она ведет себя плохо значит настоит неправильно тут два варианта либо вот эти монтажные нарушены либо есть как я вам говорю какие-то погрешности вот этих вот пересечения осей то есть они где-то могут быть вот так я очень грубо говорю показываю да это могут быть смещены то есть шестерни могут быть не расположены ровно друг другу как можно регулировать если у вас нарушена монтажное расстояние то смотрите вот эту шестерню мы можем двигать в одном или в другом направлении да с помощью вот здесь вот есть такая вот у нас возможность положить прокладочку так как вот этот весь стакан он собран с шестерней то есть если вам надо отодвинуть влево вы кладете больше прокладку и соответственно вся эта конструкция смещается влево если вам нужно наоборот подвинуть сюда то вы кладете больше прокладку и у вас получается смещается сюда как регулировать шестерню ведомую как раз таки вот за счет вот этого вот кольца вы можете опять же вот тут тоньше сделать и соответственно отодвините шестерню или положить наоборот полнее и вы ее придвините сюда но здесь как увидеть упор вторец немножко здесь неправильно сделал я бы здесь тоже что-то какую-то прокладку бы клал чтобы можно было опять же более точно передвигать данную шестерню что весь вал двигать невозможно а вашу шестеренку в принципе за счет каких-то втулок до опорных двигать вполне реально и когда вы сделаете все то есть вы ставите четко на монтажное расстояние да то есть вот эти вот монтажное расстояние здесь вот этого торца монтажное идет выставите на монтажное прокрутите отрегулируете натяге всех подшипников получите пятно контакта которая точно такой же которая была на контрольном катал станке или очень 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 приближена то в принципе ваш редуктор отрегулирован и готов полностью к эксплуатации дальше вам нужно будет его по технической инструкции какой-то обкатать и уже дальше запускать в производство ну как то так друзья спасибо за просмотр я надеюсь что этот технический сериал пошел кому-то на пользу подписывайтесь на канал делитесь друзьями всем добра пока пока